Всем хлоути, ребятушки, с вами, как обычно, Дамриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем с вами тайкунить картели под веселую латиноамериканскую музычку. Итак, какие у нас с вами планы на сегодня? У нас с вами в планах захватить вот эти вот плантации, разблокировать новую точку сбыта и что-нибудь еще сделать. Короче, будем разбираться по ходу дела. Итак, снимаем игру с паузы. Давайте с вами увеличим скорость на x3 и запустим исследование. Нам нужна сушилка, если мы с вами захотим продавать каннабис. Без нее, ребят, никак. Все, сушилочку мы поставили. Теперь давайте отправим Капа на захват вот этих вот ферм. И все, по сути, после этого, ребят, мы с вами станем монополистами в этом регионе. И это очень круто, я считаю. Кстати говоря, если можете заметить, сразу две фермы захватываются. Очень даже круто. И у нас новый квест подъехал. Давайте посмотрим. Эликс Виха смотрит телефонную трубку, словно пытаясь разглядеть собеседника. Затем он подносит трубку к уху. То, что вы там нашли? Целую лабораторию Капа, богом клянусь. Судя по всему, она уже давно пустует. Здание заросло лианами всякой хренью, но внутри полный порядок. Предлагаю погрузить все это в фургон и использовать для строительства новой лаборатории. Либо я могу продать все это примерно за 10 тысяч. Что скажете, Капа? Так, ну мы, наверное, с вами получим 10 тысяч лучше. Мне это оборудование нафиг пока что не нужно. Я лабораторию еще не планирую ставить. Так что продадим. Нам нужны деньги. Спасибо, Капа. Если что, ребят, комментарий я вашей к предыдущей серии еще не читал, потому что она еще тупо не вышла. Так что если там вдруг кто бомбил, не переживайте, ваш бомбеж я скоро прочитаю. Все, фермы мы с вами забрали. Давайте заберем склад и вернем Капа в город. По террору пока что еще нормально, но, скорее всего, нужно будет снижать. Ну, короче, посмотрим, как все будет идти. Если вдруг что, то через мэра мы с вами это сделаем. Так, сразу давайте, наверное, разблокируем речной причал. Он нам сегодня с вами понадобится. Касаемо вот этих вот ферм, я бы на самом деле бы снес их. Так, давайте вернем его и дорасскажу вам свою мысль. Я бы на самом деле эти фермы бы снес и поставил плантацию. Но, ребят, проблема в том, что, во-первых, у меня не открыта плантация, даже первого уровня. А чтобы проверить урожайность каннабиса, потому что я хочу понимать, влезет ли сюда плантация или нет. Мне нужна ферма, либо плантация второго уровня. У меня ни того, ни другого нету, поэтому пока что я оставлю все как есть. Если что, потом в будущем перестроим. Так, что у нас тут? У нас тут, ага, у нас все захвачено, все прекрасно. Давайте так, что мы с вами строим? Строим, наверное, в первую очередь, где оно тут, производство. А, сушилка еще не прокачалась, я понял. Но давайте для начала тогда поставим склад. Вот тут склада нету или склад есть? А, склад есть. Это транспортной компании нету. Ставим за грязные деньги, так как она, видите, в радиус отеля попадает. Все. А следом построим сушилку. В принципе, можно прямо сейчас это и сделать. Тоже, ребят, за грязные деньги. Давайте, вот сюда. Все, великолепно. Так, содержать мы это все дело тоже можем. В принципе, вот, склад транспортной компании с сушилкой за грязные. А вот здесь придется все зачистые. Кстати, да, выкупаем плантацию второго уровня. Прекрасно. Теперь, ребят, по технологиям. Нам нужно дальше прокачиваться. Нужно раскачивать склады. Нужно раскачивать вот эти вот все штуки здесь. Всякие фермы, плантации. Но к ним мы вернемся чуть позже. Нам сейчас нужно что? Нам нужно прокачать... Давайте, вот, прокачаем урожайность на фермах. И потом прокачаем склад. Что-то, ребят, я совсем забыл про это в прошлой серии. И нужно будет первую плантацию тоже обязательно открыть. Все, отлично. Пускай это все работает. Кстати, а сколько стоят дороги? Ну-ка, давайте дерево исследований посмотрим. Дороги стоят 8 тысяч. Я смогу гравийную дорогу прокинуть. Да, давайте так и сделаем. Потому что у меня в планах вот здесь вот вокруг протянуть дорогу. Такой срез, ребят, небольшой будет. Чтобы нам не нужно было вот так вот через весь город кататься. Согласитесь, это не очень удобно. Так, все, речной причал активирован. И уже начинает подъедать мои деньги. Но ничего страшного. Сейчас все заработает. Погодите, сейчас все будет, как говорится. Так, изучаем, ребят, дорогу. Кстати, а это что? Это снижает стоимость строительства дорог. Ну ладно, пофигу. Там, по идее, мы немного должны потратить на все это дело. Так, что у нас дальше? Это работает. У нас тут еще квест висит. Смотрите. Отправить товар Рапоед Гринье. Это, походу, наш... Да, это наш лейтенант. И доставить 70 единиц опиума в точку речной причал. В принципе, сейчас организуем без проблем. Знаете, что я думаю? Можно даже сразу вот так вот и поставить. Пускай машины возят и туда. Единственное, что меня беспокоит, могу ли я в будущем открыть новые слоты. Просто, видите, сейчас продается все через один слот. Но мы можем поставить лейтенанта, как вот в аэродроме у нас все происходит, и продавать через два слота. Короче, нужно смотреть, нужно думать. Просто, ну, блин, продавать вот так вот через один слот, это не очень удобно, несколько товаров. Просто я так понимаю, что под один слот всего лишь один товар идет. Короче, фигня полнейшая. Так, что там? Пошла дорога изучаться? Кстати, капец, она долго изучается. Ну ладно, ждем, в общем. Что у нас тут? Давайте переводим это все на грязные бабки. И здесь тоже на грязные бабки. Здесь добавим тогда пункты назначения сразу вот сюда. И давайте, наверное, на аэродром тоже будем возить. Будем, короче, везде все продавать. Круто. Очень круто. Так, что там у нас? Блин, капец, какая жена долгая. Квест, кстати, новый подъехал. Что-то много квестов. Эй, Капа, можно вопрос? В дверном проеме кабинета стоит лейтенант и держит в одной руке листок бумаги, а в другой большой черный пакет. Господи, ну ладно, клоун. Что означает аудиторская проверка? Так, блин, у нас, по-моему, уже был такой квест, да? Да? Что? Дай сюда. Феликс Виха выхватывает листок бумаги из его руки. Здесь написано, что мы не уплатили налоги в сумме 10 тысяч. Видимо, речь об этом. Он швыряет черный пакет на стол и открывает его. По кабинету разносится запах свежей бумаги. Ну что, отдадим им деньги, когда они сюда явятся. Не помню, ребят, был у нас этот квест или нет, но вроде бы мы с маме, если был, то выбирали получить 10 тысяч грязными. А давайте попробуем заплатить. Это снизит слегка уровень террора. Сейчас посмотрим вообще, есть ли смысл жертвовать, грубо говоря, 10 тысяч на вот это вот дело. Мы заплатим, чтобы они от нас отвязались. Не вопрос, Капа. Матерь Божья, почему ты носишь 10 тысяч в черном пакете? Ну да, походу наши лейтенанты умом сильно не блещут. Так, а где террор-то? А террор, по-моему, остался на таком уровне, нет? Короче, я сейчас и 10 тысяч, походу, не получил, да? И террор не снизил. Ну окей, спасибо, игра, спасибо. Так, ну что, ребят, запускаем, наверное, фермы. Не будем уж прям дожидаться. Так, опять новый квест, да вы заколебали. Капа, наши покупатели заметили, что в последнее время на точках сбыта ошивается слишком много копов в штатском. Услышав аббревиатуру ОБН, Ферекс Виха понимает взгляд от утренней газеты и пристально смотрит на ёрзающего от волнения лейтенанта. Вы пока что в курсе их планов, но вы же знаете этих американцев. Рано или поздно они начинают совать свой нос чужие дела. Мы с лейтенантами решили, что лучше построить еще один аэродром вдали от посторонних взглядов. Так мы можем тайно провозить все, что захочется, а ОБН не сможет наковырять всякого дерьма на нас. А нам что нужно? 21 день начато задание посторонние взгляды. А у меня вот это ж висит, нет? Или это что-то другое? Преданность всех лейтенантов снизится. Постройте новый аэродром. О, не, это другой квест. Не, 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 ребят. Аэродром я не буду строить. Слишком дорого, идите в жопу. Пусть попробуют. Но снизится немного преданность. Но мы опять же потом исправим это. Все, до свидания. Мы не будем сейчас на эту ерунду тратить деньги. У нас их и так не так уж и много. Кто там по дороге-то? Капец, пять дней осталось. Почему так долго? Короче, давайте с вами запустим производство. Стану их в задницу. Все, запускаем. Раз, два, три. Здесь уже и так работает. Здесь тоже запускаем. И все, сушилка тоже запустилась. Короче, пускай пока что в объезд поездят. А как только дорога изучится, я проложу сюда. И они автоматически вроде как должны поменять свой маршрут на более близкий. Что нам по сушилке? Нам нужно, получается, сколько каннабиса-то, чтобы произвести? Видите, пишет, типа, не хватает каннабиса. Короче, походу, много слишком нужно каннабиса. Так, окей. А каннабиса здесь много. Но, смотрите, машины при этом не справляются. И пошли кордон ставить. Куда? А, поставили туда. Хорошо, ничего страшного. Окей, тогда раз такое дело, ребят... Ой, подождите, это я не то нажал. Давайте тогда с вами поставим еще один склад. Судя по всему, не хватает машин, чтобы сгружать. Окей, без проблем. Давайте поставим вот здесь. А мы поставили за грязные, да, деньги? Ну, окей, сейчас привезем. Так, давай доставить. Деньги. Давай, две тысячи. Дверь же там стоит, правильно, я думаю? Да, две тысячи. Все, а потом с вами просто переведем на чистые. Что-то я, ребят, протупил. Нужно было нажать сразу, но да ладно. Так, давай, возвращайся в отель обратно. А ты запускайся за чистые бабки. Все, ребят, пошло дело. Пошло это все функционировать. Кордон очень удачно поставился там. Непонятно, кстати, почему. Казалось бы, тут вроде бы все нормально. Но единственное, что вот видите, у меня фермы повышают уровень террора, потому что на них тупо переизбыток. Но сейчас со вторым складом вроде должно пойти все поярче. Так, все отлично, дорога исследовалась просто прекрасно. Давайте с вами наконец-таки что мы исследуем? Исследуем вот склады. Да, нам нужно увеличить объем складов на ферме и на плантации. Я думаю, что после этого станет как-то немного поярче. Ну, а пока давайте с вами прикладывать дорогу. Так, давай, наверное, вот сюда. Как-нибудь, наверное, ты вот здесь пойдешь. Вот таким вот образом. Я, ребят, оставлю немного пространства под будущую плантацию, если вдруг я ее здесь построю. Так что вот такой вот небольшой дугой все получилось. Все, по идее, сейчас новые машины должны будут ехать по новой дороге. Правильно? Да, все, отлично. Можем с вами не париться на этот счет. Куча тут опять уведомлений влезла. Полиция на меня обращает внимание. Ну, а что я могу поделать? Вот так вот. Так, сушилка. А, ну да, вот видите, на сушилку не успевает приезжать каннабис. Окей, хорошо. Все это, опять же, ребят, с вами тоже держим в уме. У нас прокачалась, кстати говоря, вместимость силосов. Сейчас, по идее, должно стать немного поярче. Так что должно все быть хорошо. Так, нам нужно, в принципе-то, кстати, плантацию-то изучить, потому что я их даже не могу устроить. Ну, а давайте для начала, наверное, с вами прокачаем вот эту вот штуку. И, что у нас тут, кстати говоря? Да, нам нужно нашего лейтенанта отправить. Сейчас, как только он освободится, отправим на речной причал, потому что 70 единиц опиума мы уже туда благополучно доставили. Все круто, ребят. Просто все прекрасно у нас идет. Все как и есть хорошо, как говорится. Фермы работают. Кстати, я только что обратил внимание, ферма вообще аж второго уровня. Прикиньте, да? Какой мы с вами бизнес отжали. Вот это я понимаю. Так, давай, езжай туда. Разбирайся там с тем чуваком. Там, по-моему, Капа говорил, чтобы он сказал, чтобы тот больше к нам не приходил. Да, все, квест выполнен. И мы с вами 7000 чистых денег получили. Все, ребят, прекрасно. Возвращаем его на аэродром, пускай помогает там сбывать. А мы продолжаем исследование. А что нам еще остается делать, правильно? Сейчас давайте докачаем с вами лодочный причал. А потом перейдем уже к другому. Наверное, склад я бы прокачал. Потому что что-то как-то машины у нас работают плохо. Там вроде бы можно прокачать и вместимость машин. И все тому прочее. И здесь, смотрите, у нас тоже переполнено. Короче, жизнь вообще полная происходит. Все упирается в технологии. Нам нужно очень много прокачивать. Каннабис, кстати, смотрите, стоит по сути в 2,5 раза больше, чем опиум. Сейчас, короче, ребят, я вот чувствую почему-то, что деньги пойдут прям рекой. Пока что... Кстати, помните, я вам говорил, что планирую выращивать овощи и тоже их продавать. Вот здесь есть такое вот злачное место. Но, как видите, у нас проблема со сбытом. Нам либо лейтенантов надо больше, либо надеяться, что новые слоты можно будет как-то открыть. Ну, короче, вот такие вот дела. Пока что я овощи тогда трогать не буду. Пока что они нам не нужны. Так, все, там прокачалось. Давайте с вами прокачаем склад на речном причале. А то что-то прям совсем грустно. Там, видите, прям все переполнено, не успевает продаваться. И это не есть хорошо. Потом еще я бы, наверное, построил резиденцию. Ее можно где-нибудь сюда поставить. Кстати, что она дает? Давайте прочитаем. Может быть, есть смысл прямо сейчас построить. Так, ограничение, кстати, 2 из 7. О, фига себе. Вывозит грязные деньги из точек сбыта, хранит или доставляет их в городские здания, которые отмывают деньги. Позволяет нанимать лейтенантов. То есть, если мне ее строить, то строить где-то здесь. Ну, видите, в чем прикол? Так, а что там происходит? Там какой-то экшен сейчас был, видели? На нас кто-то нападал, что ли? Или мы отбились? Короче, ладно, что-то странное происходило. Так вот, если мне строить эту резиденцию, мне ее строить примерно вот так нужно. Но, видите, тогда не достает до причала. То есть, мне нужно что-то делать здесь. И у нас хранилища, вот, деньги. Да, блин. Короче, ребят, нужно что-то придумывать. Видите, у нас прям вообще переизбыток очень большой. Когда нужно прокачивать резиденцию? Я же их совсем вообще не прокачивал. О, ну, кстати, как вариант. То есть, если я прокачаю радиус резиденции, вот, кстати, это можно здесь сделать. А давайте прокачаем. Два дня всего лишь-то займет. Хотя бы, ребят, просто проверим. Если сейчас радиус будет нормальный, чтобы находился и резиденция находилась и в черте города, то тогда я ее построю. То есть, где-то, наверное, вот здесь. Ну да, будет доставать. Все, окей, хорошо. Значит, ребят, мы с вами сегодня еще и резиденцией обзаведемся, прикиньте. Вот это наш бизнес разрастается. Вот это я понимаю. Да, конечно. Тут опять перегруз. Опиума, да, сотка. Ну да, вот видите, только один товар может через один слот продаваться. Это очень плохо. И это привлекает внимание. И здесь тоже перегруз. Короче, прям вообще перегрузы. Чего так много-то? Дофига просто. Просто дофигища. Так, ладно. Давайте что мы следующим возьмем? Дороги не берем. Здесь плантацию тоже можно было бы взять. Три дня это стоит. Но давайте лучше займемся складом. Я бы прокачал склад и расширил бы количество автопарка и тому подобное. Там, если что, можно чуть позже прокачать это. И это я сделаю обязательно сегодня. Так, резиденция. Да, смотрите, достает. Вот если что, подсвечивается. То есть я смогу забирать здесь бабки. Это хорошо. Давайте. Строим резиденцию. Строится она только за чистые деньги, как можете заметить. И другого варианта нет. Потом, что нам еще нужно? Я бы, может быть, снизил бы террор. Давайте попробуем, как это работает вообще. Посмотрим. Так, нам нужно выбрать мэра. Вот, смотрите. Уменьшить уровень террора. Уровень террора мгновенно снизится на определенное значение. Вы потеряете уровень лояльности признания. То есть вот эта вот штука пропадет. Хорошо, давайте. Все, снижаем террор. Посмотрим, насколько снизится. О, кстати, обратите внимание. Она, походу, полностью снижается. Это круто. Но у нас и лояльность тоже, видите, пострадала. Хорошо, без проблем. Давайте 8400 платим пожертвования. Все-таки не зря же я строил церковь, правильно? И все. Так, это у нас куда будет доставлять? Она будет, кстати, доставлять вот сюда? А то что-то мне кажется, что нет. Блин, это будет очень плохо, если не достает. Короче, ладно, сейчас посмотрим. Сама эта резиденция, она не занимается отмывом. Она делает исключительно перевозку. Да, вот, смотрите, пошли деньги. Добавить новые пункты. А, я могу пункт добавить. Ну и все, и возите, наверное, вот сюда, может быть. Может быть, с вами еще тогда построим одно здание для отмыва? А то что-то, смотрите, грязных денег просто капец сколько. Так, выбираем здание. У нас как раз последний слот остался. Что можно построить? Районный склад. Тут, типа, дополнительный склад. Ну, это нам нафиг не нужно. Нам нужно чисто отмывать. Вот, смотрите, можно казино. 12 600 она отмывает. Сальца-клуб всего лишь по 600. Парк аттракционов по 2 400. Это стадион и собор, я так понимаю, повышает лояльность. Хотя нет, кстати, вот и собор можно тоже. Ну, типа, он стоит дорого. 80 тысяч чистых денег. У меня столько нету. Благотворительный фонд увеличивает лояльность. Короче, давайте строим казино. Строим мы за грязные деньги. 37 500. Нам в любом случае нужно их куда-то девать. И сейчас, как только он построится, мы назначим пункт как раз в казино. Будут возить. И все. По идее, мы с вами тогда решим эту проблему. Это просто, ребят, прекрасно. Все. Хорошо. Ждем. Ждем окончания строительства. И исследуем что-нибудь новое. Давайте с вами что откроем? Мы с вами, получается, проапгрейдили склад. Сейчас, кстати, можно будет улучшить. Давайте увеличим, наверное, радиус. А после этого добавим новые машины. Вот. И потом можно будет еще и вместимость увеличить. Все. Классно, ребят. Исследуем именно вот это. Три дня это займет. И давайте апгрейдить склады. Так. Тысячу чистых денег это стоит. Все. Улучшаем. Правда, я не посмотрел, что это дает. Но у нас тут еще есть два склада. Так что сейчас с вами почитаем. Так. Стоимость содержания увеличится. Это понятно. Размер грузовиков до М увеличится. То есть грузовики за раз могут привозить больше. Прекрасно. Улучшаем однозначно, ребят. Улучшаем. Это супер нужная функция. Все. Так. Что там, кстати, с казино? Строится. В ожидании доставки денег. А. То есть тут еще машины. Понятно. Я понял. Короче. Машины все заняты. Не довозят вот сюда. Но в принципе, смотрите. Я могу вот так вот сделать. Ну-ка, давай доставить. А я где нахожусь сейчас? Где мне нужно находиться, чтобы я смог забрать деньги? В отеле? Или здесь? Ну-ка. Вот. Нет. Подождите. Здесь ресурсы. Как мне отсюда, блин, деньги-то забрать? Или здесь денег нет? Здесь все грязные, походу, забрали на отмыв. Походу, да, ребят. Окей. Кстати. А, вот. Пойдемте отсюда заберем. Так. Переместиться. Давай. Езжай сюда. Сейчас просто все деньги там заберем. И все. И никаких проблем. Давай. 26 тысяч сразу же вези в казиношку. А, он только 12 может везти. Хорошо, я понял. Все. И 8 тысяч еще осталось. Все. Давай. Забирай. И прекратить доставку. Куда он сейчас поедет? А, он поехал в резиденцию. Нет. Давай возвращайся сюда. Тебе нужно держать город под контролем. Так что нечего тут отлынивать. Так. Склад мы прокачали с вами. Давайте увеличим количество машин. Все. Исследования потом. Прокачаем транспортную компанию на второй уровень. Кстати, а здесь у нас она? Она у нас здесь первого уровня. Я понял. Окей. Хорошо. Так. Транспортная компания. Что здесь? Почему здесь горит? Денег недостаточно для оплаты. Да ладно. Серьезно что ли? У меня деньги закончились? Фига себе. А что так много? А потому что, наверное, ребят, все грязные деньги мы сейчас свезли. Да? Все сейчас на отмыве находятся. Да. Точно. Окей. Ладно. Ну давайте. А хотя нет. Сюда уже привезли. А здесь что? Здесь у нас понятно. Здесь у нас опиум. Просто капец. Сколько опиума? Сколько вообще у нас в принципе вообще ресурсов? Сами видите. И деньги-то пошли как хорошо. Просто да, понятно. Я сейчас вложился. Это тут и так ясно. Но. Тем не менее это. Так. Давайте ставим дополнительный пункт. Все. Машины будут теперь это дело возить в казино. И забирать из причала. Так что, ребят, прекрасно. Я могу вас поздравить. Мы с вами все. Мы господствуем в этом регионе. Наладили сеть. Остается только ее улучшать. И возможно в будущем мы с вами еще и дополнительно овощи будем выращивать. Ну а почему бы нет? Давайте расширяем, наверное, вместимость хранилища у транспортной компании 2. Кстати, не, нужно обязательно прокачать сначала. Так что да, выбираем вот это. За 7 дней мы с вами улучшим сейчас транспортную компанию. И только потом есть смысл брать следующие технологии. Потому что они влияют только на транспортные компании второго уровня. Такие вот дела. Нужно будет тогда еще резиденцию доапгрейдить. Тем, чем только сейчас можно. И все. Так, казиношка там работает, кстати. Да, казиношка работает. И смотрите, мы можем еще замутить здесь благотворительный турнир. Продолжительность 1 день. При этом мы повысим уровень лояльности. Прям очень много. За 10 тысяч чистых денег. Блин, ну это круто. Это круто, ребят. Мне это нравится определенно. Короче, опи, посмотрите, сюда вообще не привозят. Походу не было смысла вообще его здесь назначать. Ну тогда окей, ладно. Давайте тогда удалим. Все, удаляем с речного причала. Потом какого-нибудь лейтенанта отправлю, чтобы он помог это продать. Лейтенант, как дела? Все отлично. Увы, капа никак нет. Один из наших покупателей недоволен качеством опиума, который мы недавно поставили. И он взялся отговаривать наших остальных клиентов. Мы должны доказать им всю нелепость этого бойкота. А для этого надо продавать опиум. Иначе его закупочная цена резко снизится. Так, ни хрена себе. 863 опиума за 30 дней нужно продать. А я смогу? Ну по идее смогу. У меня сейчас вроде бы оборот хороший. Ну давайте попробуем за 30 дней. Не буду, ребят, за 21 рисковать. Все, поставим этого козла на место. Да, я с тобой согласен. Поставим этого козла на место. Опиум у нас продается только здесь. Ну да, такое себе. Ну окей, ладно. Хорошо. Может быть к тому моменту мы успеем и что-нибудь еще улучшить, чтобы быстрее это все продавать. Правильно? Почему бы нет? Короче, нужно срочно с причала здесь, видите, скинуть вот этот вот опиум. Он очень сильно привлекает внимание. И на плантации здесь тоже вообще капец переизбыток. Ну еще бы, смотрите, за раз 76 каннабиса здесь. Здесь производится. То есть мои машины не успевают это все вывозить. Поэтому мне нужно срочно расширить автопарк. Тогда, я думаю, мы с этой проблемой разберемся. Так, что там? Машины по 2500 возят. Всего лишь одна машина, видите, в резиденции. Но, опять же, это вроде как временный вопрос. И количество машин тоже здесь можно будет прокачать. Так что все, ребят, под контролем. Ну и плантации, да. У нас первого уровня тоже их нужно будет проапгрейдить. Короче, делов много, как я вам говорил. Все здесь упирается в исследование. Скорость на максимале, если что, стоит. Глаз, новое событие. А, это все старое, я понял. Могло бы уже пропасть. Блин, я уже выполнил этот квест. Что придираться-то, да? Так, что там по исследованию? 14 часов. 13. Ну, прям, смотрите, здесь много чего можно будет улучшить. Мне это нравится, определенно. Блин. Вот, я не знаю, меня просто смущает этот опиум, который здесь находится. Но я пока не хочу нового лейтенанта нанимать. Хотя, может быть, сейчас найму. Сейчас посмотрим, кто там будет. Если будут, ребят, достойные кандидаты, то обязательно, конечно же, наймем. Так, исследуем с вами хранилище. И давайте сразу апгрейдить транспортные компании. Если я проапгрейд, что получится? У меня будет 3 грузовика. Размер грузовиков увеличится. И дополнительные пункты назначения появятся. Хорошо, без проблем. Улучшаем. И улучшаем вот здесь. Все, прекрасно. Теперь, давайте наймем нового лейтенанта. Пускай будет. Так, найм. Кого можно взять? Карлос Хименес Моралес. Кто у него тут? Доставить есть функция. Заключить сделку. Заключить сделку с этим персонажем для получения различных преимуществ. Нифига себе. Вот это да. Прикольно. Так, а у этого что? Этот, кстати, бесплатный. У него сила 2. Сжечь здание можно. Ну, блин, такое себе. А у этого, вот видите, злодей. Когда этот персонаж находится в городе, уровень террора растет. Не, мне это тоже не нравится. Поэтому давайте вот этого Карлоса Хименса Моралеса выберем. За чистые деньги будем его содержать. Нанять. Все. Плюс он вроде бы там тоже должен давать какие-то квестики. Давай, отправляйся туда. Помогай сбывать. Все. Сейчас, по идее, мы тогда можем, наверное, вернуть одну точку. Сюда. Пускай тоже возят опиум. Так как у нас с вами лейтенанты там тоже находятся. Он же должен продавать опиум, правильно? Ну, по идее, должен. Услуги избыта включено. Ну да, все правильно. Так что сейчас посмотрим, как там будет идти у нас процесс. Так, что у нас тут? Тут у нас все это исследуется. Блин, ребят, офигеть. Смотрите, какая у нас империя просто. Правда, на один регион пока что. Но это же все временно. Далее все будет еще только круче и круче. Ну, ты будешь работать? Да, смотрите, он опиум сбывает по 44 за раз. То есть потом, когда я прокачаюсь, будет еще все лучше. Все, окей, пускай он там находится. Потом, ну, я не знаю, сколько здесь лейтенантов можно максимум иметь. Я бы их, на самом деле, здесь навсегда оставил. Ну, а почему бы нет? Пускай работают на благо общества, так сказать. Так, здесь у нас что? Новый маршрут поставок, это на мне подойдет. Сверхэффективность. Давайте речной причал выучим. Здесь можно будет и хранилище увеличить, и снизить интервал продаж. Что очень хорошо. Все, исследуем. Наверное, супер дорого это все стоит. Потому что, я вижу, у меня всего лишь 8 тысяч осталось. Но, ребят, эти все вложения оправданы. Так, что здесь? Здесь каннабис производится. Производится прям так нормально. Короче, блин, ребят, не знаю, я доволен. Просто все как идет. Давайте, может быть, уровень лояльности поднимем. Вот, внесем пожертвования. 8400. Она, кстати, немного повышает. Походу, лучше вот эту вот игру благотворительную в казино устраивать. Ну да ладно, хотя бы мы с вами проверили, хотя бы смотрим вообще, как это все работает. Так, здесь я все же улучшил? Да, я все улучшил. Машины катаются просто. Смотрите, ребят, нереальный какой-то трафик. Это просто вообще офигенно. А что я еще могу, кстати, построить? Могу транспортную компанию, аэродром. Ну вот видите, 300 тысяч стоит аэродром. Ну, кстати, если вдруг у нас возникнут проблемы, то мы можем тыкнуть с вами аэродром. За 30 тысяч. Ну-ка, большой он вообще? Нет, он в целом небольшой. И если что, его можно было бы где-то вот здесь поставить. Только почему-то, видите, не ставится. Слишком крутой подъем, пишет. Так, я бы где-то вот в этой части все равно здесь у нас ничего не строится, и там никаких плодородных земель нету. Так нельзя почему-то. Слишком крутой подъем. Казалось бы, почему? Капец. Я даже нигде не могу его построить. Да уж. Хорошо, что я тут квест не брал на строительство аэродрома. Иначе бы я его здесь просто нигде не построил. Такие вот дела. Так, этот там работает, там все работает. Показывается, здесь все отмывается. Денег, кстати, здесь довольно-таки много в хранилище. Да, нужно увеличивать хранилище. Я, может быть, сейчас после серии немного попрокачиваю резиденцию, чтобы нам во время записи не тратить время на это. Потом, что мы еще можем построить? Может, я что-то могу еще тыкнуть здесь? Цех. Ну, вот это вот, видите, про то, что я вам рассказывал в прошлой серии. Скрывает нелегальные товары в легальных и доставляет их в точку сбыта. Но нам с вами это не нужно. Сушилку вторую поставить. Да, вроде бы, проблемы с первой нету сушилкой. Ферму какую-то, но, опять же, я не хочу. Нужно вторую во уровне открыть и посмотреть вообще, где здесь что плодородные. Кстати, самое, что интересно, заметьте, плантация каннабиса стоит там же, где и плодородность есть овощей. Тут, может быть, конечно, можно было бы впихнуть. Не, не впихивается. Только если вот здесь вот с краюшку, смотрите, вот так вот развернуть. И можно будет, если что, во, выращивать овощи. Окей, если что, я буду иметь в виду это. А пока что мне это не надо. Так, у нас тут переизбыток денег, прикиньте. И это тоже привлекает внимание. Ой, блин. Капец. Да, нужно срочно прокачать резиденцию. Она, ребят, не готова к такому потоку грязных денег. Смотрите, 100 тысяч у нас. Я все, я зарабатываю. Все очень круто. Короче, давайте, наверное, с вами на этом закончим. Вот такая вот у нас, наверное, продуктивная серия, я бы сказал. А, кстати, подождите. Макс. А, типа можно прокачать его? О, давайте прокачаем, потом закончим. Так, что мы можем выбрать? Доступ к гравийной дороге. Нас это не интересует. Вот, опция доставить. Это очень полезная штука. Мне кажется, она должна быть у любого лейтенанта. Гравийную дорогу мы и так сами выучили. Все, повысить. И теперь он будет небесплатным, да? Теперь мы будем за это что-то платить. Ну, вообще, пофигу, не страшно. Давайте из чистых денег будем за это платить. И у него, кстати, максимальный уровень лояльности. Отлично. Это, походу, после повышения так стало. Вот так вот, ребят, выглядит наше древо преступное. И в будущем оно будет только расширяться. Как я понимаю, вот, это каждый слот от лейтенанта, которого мы можем нанять. Отлично, довольно-таки много лейтенантов. Будем, в общем, ребят, трудиться, заниматься и развивать наш картель. Ну, а пока что на этом все. Пишите ваши комментарии. Ну, а ссылка на плейлист со всеми сериями по игре «Картель Тайкун» будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем good bye, ребятушки. И до новых встреч!